Что происходило и что происходит после того, как террористы захватили заложников СИЗО, после чего было освобождение, освободили заложников и, как сначала сказали, убили четверых, потом сказали, что убили всех, ликвидировали. Вот выясняется, что один из них все-таки жив. Какие были последствия и что вообще сейчас происходит? Есть ли какая-то информация, может быть, из каких-то ваших личных источников? Во-первых, вы показали очень и очень правильные сейчас кадры. На них видно, на самом деле, как все происходило. Сначала заезжает все-таки скорая помощь в открытые ворота и слева от скорой помощи, в общем, прикрываясь скорой помощью, идет спецназ. И я напомню, что это спецназ ФСИН. Это не спецназ ФСБ, не Росгвардия, это спецназ ФСИН, специально обученный для действий в тюрьмах люди. То есть скорая помощь была, если не в то же время, что и спецназ, то, по крайней мере, одновременно с ними. Вот посмотрите, да, вот смотрите, слева бежит спецназ, потом, вот смотрите, потом подъезжает скорая помощь, и они, прикрываясь скорой помощью, забегают. И довольно странно, действительно, что как же так, что погибшие, застреленные, которые были в сознании, сначала говорили, двое были в сознании, потом трое были в сознании, не дождались скорой помощи. В смысле не дождались? Вот она. Как они могли не дождаться? Ну, очень, конечно, любопытно, что скажет, если скажет выживший, если он выживет. Поскольку, я думаю, что от него-то мы узнаем все подробности происходящего именно в ростовском ГУФСИН. Поскольку, да, два дня в ростовске ГУФСИН стоят на ушах, трясут все СИЗО, там идет такой большой, громадный совершенно шмон. И, конечно, отшмонали там и мобильный телефон у всех, там довольно много запретов и так далее. Но, конечно, рекордсмены по запрету – это вот именно эта группа товарищей. Мне кажется, я подвисла. Нет-нет, я вас слушаю, все вы рассказываете, нам вас видно и слышно. Замечательно. Так вот, конечно, обыск надо делать не в СИЗО, а обыск надо делать, собственно, в ростовском ГУФСИН. Поскольку совершенно очевидно, что, во-первых, почему эти люди оказались в СИЗО, когда у них в декабре вступил приговор в законную силу. При перелимите в СИЗО, при огромном перелимите, они все-таки оказались там. То есть им для чего-то держали. Ну, судя по всему, они просто не хотели никуда ехать и просто давали денег. А кому же они давали денег? Ну, начальству, которое, собственно, первое прибежало, во-первых. Во-вторых, конечно, какое комплексное обслуживание. Мобильные телефоны, кинжалы, вот эти все с вязью агитки ИГИЛа. И главное, конечно, шнурки, что всех поразило. А что поразило, Ольга? Шнурки поразили? Шнурки. Шнурки – это главный запрет. То есть никогда и нигде вы не увидите шнурков в СИЗО. Никогда. То есть телефон можно увидеть, колл-центр можно увидеть, можно увидеть брагу в углу, наркотики можно увидеть. Шнурки нет. Шнурки нет. Ну что вы? Первый запрет – шнурки, потому что это и межкамерная связь, и суицид, и все на свете. И то есть мы перед собой видим, на самом деле, комплексное обслуживание. Потому что хорошо, ты занес в камеру, получил взятку, ты занес телефон, занес, я не знаю, там, ножик, занес наркотики. Пришел шмот, все отобрал. В любом случае отберет, да, через месяц отберет. А тут люди уже полгода сидят и хоть быхны. У них не отбирают. Почему? Почему у них обыск это не отбирает? Это вопрос не к ним, это вопрос к тюремному начальству. Если они сидели в одной камере все, почему они сидели в одной камере, а не подельники? Они не должны сидеть в одной камере, это запрет тоже, строжайший запрет. Они подельники. Более того, они подельники по тяжелой террористической статье. И в отличие от Жени Берковича и Светланы Петричук, в отличие от блогеров, обвиняемых в терроризме, в отличие от, я не знаю, новостемирских айтишников, получивших по 25 лет обвиненных в терроризме, этим я напомню, 16-17 лет, как социальным близким, эти выглядят как террористы, ведут себя как террористы, осуждены за терроризм. И террористы и есть. И вот такое комплексное обслуживание, явно абонемент тюремный, это очень странная история, тем более, извините, в прифронтовом СИЗО. И это не разгильдяйство, это, конечно, и неприступная халатность. Не-не-не-не. Это чисто финансовая история, совершенно финансовая. И вообще-то, конечно, надо трясти ростовский ГУФСИН, а лучше всего, конечно, весь, потому что, ну, хорошо, ну, трясут, ну, их уволят, ну, хорошо, даже, может, посадят. От них вот отшманают телефоны, принесут новое. Система останется. Останется система старая, прогнившая, абсолютно заброшенная, полностью уничтоженная войной сейчас. Она доживает, в общем-то, последние дни. Мы видим обломки пенитессарной системы. 57 колоний закрываются. Это вне зависимости от того, что еще в куче колоний содержатся украинские военнопленные. 20% только официальный вообще недокомплект сотрудников, потому что все ушли на фронт, естественно. Все ушли на фронт. И заключенные ушли на фронт, и тюремщики ушли на фронт. Мы с вами видим вот эти вот остатки тюремных замков. И там вот какие-то уже такие вот текущие канализации, бегающие крысы и вот такие вот последние рубежи. Ну вот результат. Неподконтрольность полная. Полная неподконтрольность. ОНК не пускает туда. Это уже вот это, выхолощенную совершенно ОНК. Уже бог знает сколько. Адвокатам не пробиться, потому что украинцы там сидят. И военнопленные, и цивильные зарученики похищенные, гражданские. Передачи не передать, потому что нет кадров. Но зато террористам вот нужно все. И это, конечно, это травма, родовая болезнь системы, которую нужно менять. А чтобы менять теперь инициарную систему в корне, на самом деле, это не так уж и сложно сделать. Но на это нужна политическая воля. Опять мы все упираемся в Путина. Оль, скажите, пожалуйста, я вот слышала, что какие-то первые меры, ну, которых, видимо, ждут от каких-то следственных органов или каких-то надзорных органов, во-первых, заставили всех бордо обрить, каких-то людей там избили в этом СИЗО, говорят, предупредили, что нужно убрать телефоны, пока идут проверки, и что буквально всюду сейчас телефоны убирают. Хотя говорят, что они есть действительно в очень многих колониях и СИЗО. Телефоны есть, конечно, в каждой колонии СИЗО. В любой камере есть так называемые камуры. Да, это такие отверстия в стенках или вентиляции, куда обычно при шмонах или перед шмоном кладут телефоны и прячут. Поэтому, в принципе, надо либо ковырять новые камуры, потому что, естественно, сотрудники все прекрасно знают расположение всех камур, где все это прячется. Ну, а шмонают телефоны. Ну, посидят они месячишко без телефонов. Ну, принесут новые, потому что зарплата у тюремщиков 50 тысяч, это если он в звании и уже близок к пенсии. Кстати говоря, пенсии у них через 15 лет. Поэтому, что они там жалуются-то особо сильные, плачутся всем подряд, какие-нибудь несчастные. А так они начинают с 25-30 тысяч. И, конечно, они с большим удовольствием и телефоны носят, и наркотики носят. А как ты проживешь в Большом Горне на 25-30 тысяч? Разумеется. И, конечно, коррупцию не остановить никогда. Но здесь уже была коррупция с этими парнями, конечно, не на уровне продольного. Ну, то есть инспектора, младшего инспектора, который в коридоре ходит, там дежурный, не на этом уровне. Там была коррупция на уровне, конечно, оперативного отдела или СИЗО, а, скорее всего, конечно, всего ГУВСи на них и крышевали. Вне всякого сомнения. Продолжение следует...